Бандир и Шухевич нерушимы, кто стоит за скандалом об отмене названий проспектов, Главред, Украина. Главред, Украина. 27 июня 2019 года. Окружной административный суд города Киева объяснил, почему решил, что проспектам Степана Бандир и Романа Шухевича должны вернуть старое название, Московские Ватутина. Указанное решение принято судом из-за того, что была нарушена процедура по переименованию проспектов Московского и Генералова Тутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено Киеврадой во время совершения действий по изменению названия проспектов, сообщается на сайте суда. Там добавляют, что дело рассматривали с 2016 по обращению двух общественных организаций Еврейская правозащитная группа и Антифашистская правозащитная лига. Переименование проспектов не было тайным. Смена названий долго открыто обсуждалась с киевлянами на сайте КГГ АЕМИСТА. А голосование показало, что большинство – за Шухевича и Бандиру. И только после этого депутаты Киевсовета дали новые названия проспектам. Секретарь Киевсовета Владимир Прокопьев заверил главред, что отменять свое решение не будут. И как только получат на руки решение суда, подадут апелляцию. И данное решение не вступит в силу, а проспекты будут носить те названия, которые им присвоила Киеврада. И даже если суд высшей инстанции поддержит это странное решение окружного админсуда вернуть старое название, то мы опять примем решение, что проспекты останутся Шухевича и Бандиру. Потому что для нас важно мнение людей, а киевляне проголосовали за такие названия, сказал нам Прокопьев. Он уточнил, что киевские власти не получали от физических лиц жалобы на переименование. Хотя суд уверяет, что был значительный общественный интерес. Никто из киевлян не жаловался. Только представители антифашистской организации, которая обратилась в суд. Насколько мне известно, аргументация у них была такая. Не было доказано, что фигуры, в честь которых переименовали проспекты, были выдающимися. Но я считаю, что решение суда, абсолютно политическое. Оно не базируется на юридических основаниях. Почему принято только сейчас? Потому что, накануне выборы, сказал нам Прокопьев. Главред выяснил, что обе организации зарегистрированы по одному адресу в Киеве, на улице. Щековицкой, 29. Руководителем еврейской правозащитной группы значится 72-летний Борис Фуксман, которого журналисты называют медиамагнатом, давно покинувшим Украину и обосновавшимся в Европе. Вторую, антифашистскую, организацию возглавляет Елена Бережная, мать народного депутата от партии регионов Ирины Бережной, которая в 2017 погибла в аварии в Хорватии. У Бережной осталась дочь Даниела, отцом которой является Борис Фуксман. Сейчас теща с зятем активно делят в судах имущество Ирины, которое она завещала своей дочери. Елена Бережная из Луганска называет себя правозащитницей, она ньюсмейкер в российских СМИ, то ее преследуют сотрудники СБУ, то она защищает невинных россиян, воевавших на Донбассе. Все только начинается, Московскому проспекту, быть, проспекту Николаева-Тутина, быть, фашисты, пошли вон из Киева, сообщается на страничке антифашистской правозащитной лиги. Также там много хвалебных записей, посвященных лидерам АПО-блока, Александру Вилполу, Вадиму Новинскому и Евгению Мураеву. Юридического основания в решении суда нет, об этом сказал главреду директор Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович. По его словам, это может привести к противостоянию в обществе. «Я абсолютно уверен, что украинская общественность не проглотит такие грубые антизаконные решения. Тем более, что в теперешней войне они идут на пользу российскому агрессору», – резюмировал Ветрович. Скандальное решение вынесла судья окружного административного суда Киева Олеса Чудак. Она начинала карьеру в Венницкой области в качестве консультанта в Гайсинском райсуде, в 2004-2005 годах, где работал судья ее отец, Николай Брандак. А в 2010-м Олеса Чудак стала судьей Венницкого административного суда. Из декларации мы узнали, что супруг судья Олеси Чудак работает в больнице Феофании, она находится на балансе госуправления делами. А в документах больницы человек с таким же именем упоминается, как врач-хирург-онколог. Стоит отметить, что этой больнице не лечатся простые смертные, а чиновники, депутаты, народные артисты и академики. Примечательно, что там лечатся и бережное. В 2018-м она после обыска ФСБ улечилась в Феофании. Судья Чудак известна тем, что преследовала активистов Майдана. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Киеврада Юрий Сиротюк. Правда, не уточнил, к каким именно событиям причастна служительница Фемиды. Главред проверил реестр судебных решений дела судья, но ничего связанного с Майданом не нашел. Адвокат Небесной Сотни Виталий Титыч объясняет, что решения по активистам, задержанным или в отношении которых составлялись админпротоколы, принимали судьи районных судов. Но судьи окружного админсуда Киева тоже отметились в майдановских делах. Они своими решениями запрещали мероприятия и акции протестов. Но была ли среди них судья Чудак, правозащитник не помнит. Но наш вопрос, поменялись ли судьи после Майдана и перестали ли они принимать политические решения, Виталий Титыч назвал риторическим. Два года я работаю координатором общественного совета добропорядочности, который занимается судьями. Поэтому каждый день сталкиваюсь с подобными историями, причем с конкретными фамилиями. Во-первых, никто так и не ответил за политически мотивированные решения, не только по делам майдановцев, но и за другие. За все это время не было не только дисциплинарных наказаний, а и пояснений никто не дал, ни один человек не объяснил, почему после вынесения нечестных решений он остается в судебной системе. Поэтому сама судебная система, и судьи отдельно после так называемой судебной реформы только закалились. Если еще в 2016-м они действительно чего-то боялись, то потом им объяснили, что если перелягут из-под тех, кто раньше им диктовал, под условно новых граждан и дадут им клятву верности, то будут оттестованы далее, говорит Титыч. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.